Зажгла свечи для легкого поднятия вечной память героям. Витебск скорбит. Да, ну действительно тут с этой новостью приходится начинать. Я попрошу вас посмотреть официальный пресс-релиз полка Калиновского о том, что произошло. Чтобы мне не пересказывать это своими словами, а вы услышали о ситуации из первых рук. Это официальный пресс-релиз. Витаю. В свете последних подзей мы даем официальный комментарий относно гибели нашего побратима Ивана Морчука с позывным Брест и заявление видео с полоненными бойцами полка Калиновского Яна Дзюрбейка с позывным Тромбли и Сергея Дегтева с позывным Клешч. Чому мы скажем об этом только теперь? Потому что в первые дни не было выполненности об этом, где находятся некоторые наши бойцы. И каждое наше слово могло повплывать на их лез. Минавито с этой причины полк вытремливал паузу, как не нашкодит нашим хлопцам. Но теперь мы прерываем учение, как с болью в сердце поведомить, что, выполняющий свой боевый обвязок, героично загинул командир батальона ВОЛОТ полка Калиновского Иван Марчук с позывным Брест. С первых дней войны он стоял на обороне Украины от российской агрессии и был у вытоков заснования полка Калиновского. Мы его видели, как мужного, расширчивого и самоотданного человека, который за каждого своего бойца был готовен на все. Брест был ключевый авторитет в севере воевого полка. Кроме этого, он был отданным сыном белорусской земли и веру в будущее свободное в Беларуси. Это очень большая и больная страта для нас всех. А двумя всех ВРОВ и командования полка Калиновского выказывают спочувание семьи, близким и сябрам Бреста. Брест До нашего суммы, подчас той операции, еще несколько наших ВРОВ изникли без весток. Ведутся пошуковые действия у их дочинений. На данный момент докладная информация про их лёс отсутствует. Можно сказать уверенно, что, благодаря особистому героизму и самоверности, наши белорусские хлопцы, разом со Збройными силами Украины, смогли спинять наступ батальона тактичной группы, тем самым разбили наступальные силы на тем керунку, про что враг мусил отступить с великими стратами. Пол Калиновского держит совесть с родителями и близкими наших взниклих хлопцев. Мы прикладаем усе мягчимые сродки и намагания, ка повернуть наших хлопцев назад и не спинемся а не перед чем, бо мы бьемся за каждого и верим, что они живые. На бегущий момент докладно вядомо, что двое наших бойцов, Ян Дюрбейко с поключом тромблей и Сергей Дёгтев с поключом клещ, знаходятся у полонии. С уликами обставим просим критично услышать всю информацию, которую располагает вооружий Бог. Докладную информацию вы можете увидеть только на официальных каналах полка. Особливо звертаем увагу. Покольки наши бойцы являются контрактами военнослужбовцами Узбройных сил Украины, и они официально являются военно-полонинами. В связи с этим мы закликаем российский бок до выполнения международных норм права в отношении всех военно-полонинных и нагадываем, что военные злочинства не мают строка до унины. Не глядячи на все, что вымышены казать хлопцы у полонии, мы ведаем, что и они герои, и мы сделаем все от нас залежное, как им допомогли. Теперь вернемся к СМИ. Мы спадеемся на ваше разумение, что будь какая огученная несвоечасовая информация может каштовать человеческого життя. Тому просим вас быть сумленными и с разумением ставиться до подобных ситуаций. Как только мы будем иметь докладную информацию по мягчимых здоровья в будущем, мы одразу будем давать комментарии на официальных ресурсах полка. Не глядячи на наши страты, мы не спыняем наш рух наперед. Только сгуртованность, одинство и воля до борьбы наближая нас до перемоги. Жыве Беларусь! Слава Украине! Ну, вот официальный пресс-релиз, официальное сообщение от, я так понимаю, пресс-службы полка Калиновского. Кто-то к этому может добавить, что действительно все это произошло во время тех самых страшных, чудовищных боев за Северодонецк и Лисичанск, уже, наверное, за Лисичанск, когда авангард украинской армии, куда входили подразделения полка Калиновского, обеспечивал безопасный отход основной группировки войск. И это были жуткие по напряженности бои, мы с вами это обсуждали, говорили, что там просто ад, там плотность боев была абсолютно беспрецедентна. И действительно, вот те бойцы, которые стояли последними, обеспечивая отход основной группы войск, ну, они, это практически были смертники, да, все прекрасно понимали, они стояли против надвигающейся, значительно превосходящей, абсолютно отмороженной силы соперника. И это люди, которые, ну, вот как фильм, в бой идут одни старики, помните, да, когда поставили там десяток человек против танков и значительно превосходящих сил. Так, к сожалению, и тут, то есть кто-то должен был уходить последним, но вот эти последние, они, понятное дело, уже фактически сдерживали напор там в разы превосходящих сил соперника, которые просто наваливались массой и уничтожали все живое. Значит, там, я так понимаю, несколько человек попали в... Ну, они считаются пропавшими без вести, но я так понимаю, что, скорее всего, они погибли. Еще несколько человек попали в плен. Попали в плен. Попали в плен. Речь идет о Сергее Дегтеве, о Сергее Дегтеве и Яне Дюрбейке, да? Яне Дюрбейке. Их видео уже показали про российские паблики. Я так понимаю, что есть команда, это касается всех украинских военных и наших тоже. Команда следующая, что если ты попадаешь в плен, говори все, что от тебя требует, потому что, ну, первое, что ты должен в плену, это сохранить себя. И это просто команда. Вот, вот, говорят тебе, там, не знаю, ругай Зеленского, да? Говорят тебе, там, то... Говори все, что они хотят. И поэтому доверия, конечно, там этим видео нет никаким. Мы все это знаем через вот эти чудовищные видео от Губопика, да? Как людей там заставляют нести всякую чушь. Вот. Но просто эти люди живы, да? Что касается тех, кто остался там на полях, ну, я так понимаю, что несколько дней пытались их найти. Не смогли найти. И сейчас они хоть и числятся пропавшими без вести, но раз они не всплыли среди пленных, то, вероятнее всего, они погибли. Конечно, конечно, большинство из нас, из вас знали, прежде всего, командира. Командира батальона Волод полка имени Костуся Калиновского с позывным Брест Ивана. Действительно очень классный дядька такой. О нем все солдаты отзывались исключительно в таком восхищенном тоне. Потому что, во-первых, он никогда не прятался за спины солдат. Он никогда не пытался, да, чужими руками выгребать, да, уголь из огня. Он шел первым, он вел за собой. Он был человеком абсолютных моральных и этических качеств. Действительно, отзываются о нем как о человеке очень добром, справедливом, сильном, храбром, искренним. И при этом с, ну, вот тем самым национальным стержнем, который и позволяет вести прямую связь этого батальона к Костусью Калиновскому, да. То есть это человек, который готов, как и Костусь Калиновский был, погибнуть ради свободы. Ради свободы Украины, а в результате этого и свободы Белоруссии. Для меня действительно потрясающе красивый человек. Вот о таком точно будут снимать фильмы, писать пьесы. И этот человек погиб так, как в принципе, насколько я понимаю, он и предполагал, что погибнет. Потому что я перечитал его несколько интервью. Он чувствовал, он понимал, что эта война невероятно опасная и смерть, она совсем рядом. Она может унести. Но я понимаю, это люди, которые там на фронте, они видят это каждый день. Каждый день там их побратимы, их товарищи погибают или получают тяжелейшие ранения. Вот, поэтому ты там живешь каждый день, как последний день. И те, кто не готов отдавать свои жизни, там на фронте не нужны, они не выживают. Это люди, которые знают цену своему участию в войне и понимают, что цена может быть вплоть до самой-самой высокой. И я убежден, что он это прекрасно понимал. Помните, я показывал вам и церемонии похорон бойцов Калиновского, полка Калиновского. И он там говорил какие-то слова прощальные тем, кто погиб раньше, героям. Да, тому же Туру и другим. Плюс, вот я помню, показывал вам видео присяги. Присяги батальона Кастуся Калиновского, где именно Брест говорил какие-то слова, которые повторяли все остальные. То есть, он был еще и идеологическим лидером, очень важным. Вот его последнее интервью, друзья мои. Давайте, это вместо минуты молчания, вот просто посмотрите на этого человека. Это совершенно, как по мне, потрясающий, потрясающий человек. Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру. Беларусь! Беларусь! Мощи моя родима! Беларусь моя родима! Глянусь и вызволяйте боронить тебя! Глянусь и вызволяйте боронить тебя! Там, где заходишься заразь! И куды привезли меня лет, твоего вызволения! Изменить страну к лучшему можно только силой. Скинуть тирана – можно только силой. Конечно, мы победим. В этом нет никаких сомнений. Атмосфера у нас дружественная. Ребята все смотивированы. Все стремятся получить как можно больше знаний. Все рвутся в бой. Самый дурец. Самый дурец! Самый дурец! Самый дурец, он глят! Самый дурец! Готов ли ты лишиться жизни ради свободы Украины и Беларуси? Ну, когда ты идешь на войну, это должно само собой подразумеваться. Нужно готовить себя к такому исходу. Ну, как видите, да, умереть он не боялся и понимал цену участия в войне. Но, видите, Иван считал, что те ценности, за которые он бьется, свобода для Украины, свобода для Беларуси, они важнее. И да, это те ценности, за которые не жалко умереть. Смотрите, друзья, у меня такое предложение, что все ресурсы, которые, если вдруг кто-то захочет помочь, мы соберем в течение этой недели. Я направлю в батальон Калиновского для семьи Ивана. То есть мы с вами отправим их и напишем, что это адресно для семьи. Спасибо. Спасибо.